Филанович, хорошая девчонка, верит в Бога. Молодец! Если в этом зале есть люди, которые тоже хотят пойти вслед за ней, пойти вслед за мной и за многими другими, идите в молитвенный угол. Я там, просто когда вы подойдете, скажите, хочу покаяться. Все, кто идут, говорят, они ничего не говорят, потому что они идут посвятить свою жизнь на служение. Приди, просто скажи, хочу покаяться. Бог изменит твое сердце, и ты станешь жить для Бога. И одна вещь меня беспокоит. Ко мне подошло уже шесть сестер. Я с шестью сестрами молился о том, чтобы они служили Богу. И ни одного брата. Складывается впечатление, что мы будем завоевывать этот город с девчонками. Парни, если вы здесь прыгаете в этой толпе, и Дух Святой говорит ваше сердце и зовет вас на служение, я знаю, что парням, кстати, сложнее сделать посвящение, они больше отдумывают его. Я скажу так, если вы здесь прыгаете, и Бог касается вашего сердца, прыгайте в молитвенный угол. Мы будем с вами там молиться. Парни, Евангелие не просто так зовет мужчин в посвящение. Мужчины могут больше, женщины им помогают. Но когда мужики не могут делать то, к чему их призвал Бог, то женщины выходят вперед и делают это. Но слава за эти победы ложится на голову женщин. Кстати, я буду с ними. Потому что я все же в свое время посвятил себя. И вся моя жизнь соответствуется этому посвящению. Иногда ступаюсь, молюсь, каюсь и возвращаюсь на это. Я хочу, чтобы армия Христа, она была действительно армией. Поэтому, парни, Бог ждет вашего посвящения. Ребята, которые еще не покаялись, Бог ждет вашего покаяния. Молитвенный угол там. Прибирайтесь туда.